Ешь ты овощи и фрукты, если хочешь быть здоровым. Для активных и творческих котлашан собираться в парке отдыха в разгар каждого сезона стала доброй традицией. Зимой команда лепит снеговиков, весной мастерят чучело, масленицы, летом строят фигуры из песка. Вот только осень до сих пор оставалась в тени. Организаторы решили, так больше продолжаться не может и придумали для горожан новый конкурс. На этот раз материалом для поделок стал урожай с огородов. Мы делаем очень красивое чучело. В основном оно все из фруктов и овощей. В осеннем конкурсе приняли участие 14 команд. В основном коллективы школ и детских садов. Была лишь одна семейная сборная Черепановых. Наша команда называется 220 вольт. Мы не можем без движения. Постоянно везде участвуем. Хотели продлить лето. Наше северное короткое лето – это пальма. И наш мишка северный. Такие мероприятия, они сплачивают коллективы, семьи. У нас участвуют не только семьями уже, а целыми соседские команды. Несколько квартир, например, объединяются. Или команды, коллективы каких-то учреждений. Вы погляньте, бабы в огород. Что за чудо среди сорняков растет. Детский сад Зоренька выставил на конкурс сразу две команды. Одна не новичок. Участвует в подобных состязаниях седьмой раз. Ее творение – капустина. Полутораметровая девица в платье из листьев капусты. Я 20 лет не ела. Я очень похудела. Наша команда – колхоз 20 лет без урожая. Дело в том, что годы не урожайные. Мы не ели, мы очень похудели. Поэтому мы радовались тому, что этот год нам подарил капусты очень много, моркови и всего самого вкусного и полезного. А главное – без ГМО. Кошечку хочу! Собачечку хочу! Вторая команда «Зореньки Цветик-Семицветик» на конкурсную тропу вышла впервые. Но ее участницы успели за час не только соорудить стилизованную экспозицию сказки «Соломин и бычок», но и собрать вокруг себя толпу поклонников. «Зореньки Цветик-Семицветик» – вперед! Мы с вами! Все осенние дары – сено, морковки, солома, шишки, грибы, фасоль, горох, помидоры – все как по положению конкурса. Многообразие даров природы, используемых при изготовлении композиций, члены жюри оценивали в первую очередь. А еще в зачет шли оригинальность и техника исполнения, интересная презентация и креативность в оформлении. Так, например, конкурсанты из детского сада «Аленький цветочек», презентуя свою поделку «Карету из прутьев», разыграли перед судьями и зрителями целое представление по мотивам сказки «Золушка». Участницы команды «Пецсоветчицы» из пятой школы пели частушки. Сборная «Листопад», представляющая третий лицей, читала стихи. А команда из Вычегодской школы номер 4 имени Гагарина «Шесть соток» исполняла песни переделки. И нет нам покоя, копай да сажай, чтоб вырос хороший, чтоб вырос хороший у нас урожай. Лидером конкурса стала Вычегодская команда «Шесть соток». Она покорила жюри своей презентации и красочной композиции во главе со старичком Боровичком и его подружкой Осининкой. За победу в конкурсе она получила электросушилку для грибов, овощей и фруктов. Второе и третье места достались командам детского сада «Зоренька». При этом девчонкам из неурожайного колхоза не хватило для победы одного балла. Всегда поражают люди, которые собираются, бросая все свои домашние дела, зажигая своих близких и родных, друзей, для того, чтобы зажигать интересы, для того, чтобы это сделать. И призы, которые они получают, совсем не равноценные тем затратам, временным затратам, материальным, которые не тратят на это. Призы и подарки в дополнительных номинациях были вручены командам 76-й школы и третьего лицея. Кроме того, за участие каждая сборная получила арбуз и час бесплатной игры в боулинг.